Итак, спикер Евгения Машкова, предприниматель с опытом более 20 лет в рознице, в прошлом владелица сети детских магазинов и на сегодняшний день она эксперт по внедрению систем лояльности UDS в розницу и бьюти-сферу. Сейчас Евгения расскажет о доставке фермерских продуктов «Зимовенька» называется в городе Белгород. С удовольствием послушаем этот кейс. Итак, Евгения, пожалуйста, заходи, мы рады тебя видеть. Я всегда с удовольствием общался с Евгением о ее бизнесе, о ее детском магазине, но сейчас она уже полностью занимается именно работой с UDS и помогает другим бизнесам развиваться так же, как она смогла развить свой детский магазин. Евгения, расскажи же нам, пожалуйста, о доставке фермерских продуктов. С удовольствием тебя послушаем. Да, Равиль, спасибо большое. Всем добрый день. Немножечко о себе. Так сложилось, что я в найме никогда не работала. Сразу после института открыла свой детский магазин. Это был первый магазин, потом второй, третий. И я постоянно искала инструменты для того, чтобы свой бизнес развивать. Были попытки ведения клиентской базы разными способами, но все это было как-то неэффективно, потому что я понимала, что собрать плюс 100-500 номеров можно, а дальше-то что с ними делать. И все время как-то на этом этапе у меня тормозилось. На сегодняшний день у меня больше 20 реализованных лицензий в разные бизнесы. Очень люблю работать с розницей, потому что сама прошла весь этот бизнес, прошла, собрала все грабли, которые было можно. И вот внизу мой инстаграм. Тоже подписывайтесь, он здесь не просто так. И буду сегодня рассказывать про кейс одного из моих клиентов. Это компания «Зимовенька» Белгород. Очень их люблю. Очень адекватный, прогрессивный собственник. Я считаю, что это тоже очень важно, потому что важно, с кем работаешь. И я, ребят, очень люблю. Немножко расскажу про бизнес. Сама компания нет никакой физической точки. Вся доставка осуществляется, все продажи доставляются только по доставке. На момент знакомства с собственником все продажи шли только через соцсети и мессенджеры. Не было понимания вообще, сколько есть клиентов, как часто клиент возвращается. И не было никакой CRM-системы. И задачи, которые у нас были, это ведение удобной работы с клиентской базой. Здесь прям сделаю акцент на то, что удобная работа с клиентской базой. Потому что вести ее можно как угодно, но как раз не работать. Поэтому и был выбран UDS. Потом у нас задача была повысить средний чек. На момент внедрения UDS он был 1850, и мы ставили задачу там за три месяца вырасти на 2400, до 2400. Увеличить количество чеков в месяц, оцифровать и запустить серафан и кросс-маркетинг. С чего нужно начинать внедрение? Мы решили, что самое важное, это вообще понять хотя бы сколько у нас клиентов. И мы решили, что нужно оцифровать клиентов. Вот так выглядит страничка внутри консоли UDS, источники трафика. И на каждый источник трафика создается, генерится отдельный QR-код, промокод и реферальная ссылочка. Что мы сделали? Вот вторая строчка Instagram. Мы создали отдельную реферальную ссылку и зашили ее, вставили ее в шапку Instagram. Написали посты, периодически об этом тоже пишем и выкладываем stories о том, что у нас есть система лояльтинности, присоединяйтесь, получайте 50 приветственных баллов. Это я к чему говорю, потому что иногда предприниматели говорят, ой, люди из-за этого не будут скачивать. У нас люди скачивают из-за 50 рублей, поэтому вопрос ценности, да, как мы можем до клиентов донести ценность нашего предложения. И, соответственно, у нас через Instagram присоединилось 280 человек, то есть люди из подписчиков перешли к нам в CRM-систему, и 128 человек стали клиентами и принесли в кассу 754 тысячи рублей. Соответственно, мы понимаем, что Instagram для нас рабочий инструмент, и мы в него можем спокойно вкладываться. Обратите внимание на верхнюю строчку, через само приложение компанию нашли 83 человека, 35 стали клиентами и принесли 278 тысяч в кассу. Кроме этого, у компании на момент внедрения UDS не было никаких скидок совершенно, потому что все понимают, что скидка – это недополучение денег в кассу, и ей вообще никого не удивишь. А бонусная система как раз работает на возвращаемость клиентов, на удержание и на увеличение среднего чека. Когда мы оцифровали большую часть клиентов, дальше у нас стала задача поднять средний чек. То есть, если есть клиенты, и мы будем им продавать больше, то, соответственно, наша прибыль и выручка тоже начнет расти. Выручка и прибыль. И начали задумываться, что влияет на рост среднего чека. Конечно же, ассортимент. Потому что если наши клиенты покупают у нас мясную фермерскую продукцию, то они, скорее всего, где-то берут и молочную продукцию, и яйцо где-то покупают, и вкусняшки, и хлеб. И таким образом компания добавила себе в ассортимент пельмени, начали сами лепить вареники, хлеб печь, мед, очень много всяких вкусняшек, блины на масленицу делали. То есть здесь идет работа со всех сторон. И это, я считаю, что комплексный подход к бизнесу – это прям очень правильно. Потому что один инструмент сам по себе навряд ли даст большой хороший результат. Бонусная программа. Мы понимали, что накопленные бонусы, они всегда будут возвращать клиента в этот бизнес, потому что подсознательно он понимает, что в этой компании у меня лежат деньги, мне их нужно там же потратить. Но за счет того, что баллами можно списывать 20%, мы всегда в плюсе, у клиента всегда есть накопленные бонусы, они нескончаемые. Ну и чувство упущенной выгоды – это чувство, которое психологическое, и мы решили этим воспользоваться. Сейчас покажу, как. Что мы сделали? Мы создали электронные сертификаты. В UDS можно создать сертификаты, есть вот такая вкладочка. И эти сертификаты можно раздавать клиентам вручную, клиентам автоматически при каком-то условии, либо для кросс-маркетинга с другими компаниями. Мы что сделали? Мы создали сертификаты номиналом 300 рублей, 100 штук, сроком жизни 15 дней, и написали пост о том, что мы дарим 30 тысяч рублей на покупку нашей компании. И правило получения этого сертификата при оплате 3000 рублей. То есть мы уже с 1800 решили допрыгнуть до 3000. Таким образом, мы раздали 100 сертификатов, и 11 человек из этих 100 пришли и совершили покупку на 22 тысячи. То есть это о чем? Это о том, что наша задача поднятия среднего чека, она у нас была выполнена. То есть люди совершили такую покупку и получили это как раз вот чувство упущенной выгоды. Если я не куплю на 3000, то у меня сертификата не будет. Но мы написали, что у нас сертификатов всего 100, и поэтому успеваете забрать свой. Вопрос другой, кто ими воспользовался. Но как бы у нас нет никаких затрат на выпуск этих сертификатов, в отличие от бумажных, потому что бумажные сертификаты нужно разработать макетный, печатать, как-то их выдавать. И бумажные сертификаты о себе не напоминают. Я недавно дома нашла сертификат на 3000 рублей в один из магазинов на пластиковой карте. И такая, думаю, я про него даже не вспомнила. А компания потратила деньги на выпуск этой пластиковой карты, этого сертификата. ЮДС сам напоминает клиентам заблаговременно несколько раз о том, что надо успеть воспользоваться сертификатом. Таким образом, пошли дальше. Что еще? Мы решили в следующий раз протестировать другую гипотезу. Мы создали вот такую новость о том, что мы дарим подарки. И написали, что завтра в 14.00 по московскому времени каждый участник нашей бонусной программы получит подарок. Если вы еще не являетесь участниками нашей бонусной программы, то присоединяйтесь. Это у нас был пост в Инстаграм. Новость мы вот таким текстом сделали. И что если ваши друзья еще не являются участниками нашей бонусной программы, то, соответственно, пускай тоже присоединяются. Отправили мы пуш-уведомления. И на следующий день мы подарили всем 300 баллов, то есть 300 рублей сертификат. Срок жизни тоже поставили 14 дней. И хочу отметить, что у нас произошло. У нас 22 человека за вечер с Инстаграм добавились в нашу клиентскую базу. По ссылке в шапке профиля. 12 человек скачали приложение. То есть, возможно, они были подписаны на нас в Инстаграм, совершали покупку, им начисляли бонусы, баллы по номеру телефона, но они приложение не скачивали. И в итоге приложение скачали и стали клиентами. И один человек у нас пришел по сарафану. То есть кто-то все-таки своему другу порекомендовал, и, соответственно, тот тоже получил 300 рублей. И вот уже из этих сертификатов у нас 45 человек пришли, ими воспользовались и принесли 102 тысячи нам в кассу. Дальше. Смотрим статистику. На сегодняшний день у нас 1099 клиентов оцифровано. И средний чек, обратите внимание, 3525, если быть точнее. То есть мы даже перевыполнили нашу цифру, которую мы ставили. И очень этим довольны. А теперь, смотрите, я сделала такую фильтрацию. Две таблички. Одна сторона у нас клиенты, которые совершили одну-две покупки, а другая – это те клиенты, которые совершили три покупки. И обратите внимание, что те клиенты, которые совершили три и более покупок, их 175 человек, то есть это постоянные клиенты. Их всего 175, но они принесли больше половины выручки в кассу. И посмотрите, какой у них средний чек. У них средний чек 4,450. В то время, когда те клиенты, которые совершили одну-две покупки, у них средний чек 2,500. И они принесли меньше половины выручки в кассу. И здесь всегда встает вопрос, что лучше, да, делать акцент на привлечении новых клиентов, либо все-таки работать со старыми. Конечно, надо и то, и другое. Но когда компания не обращает внимания и говорит, ой, мои клиенты и так ко мне ходят, пока не оцифровано это все предположение. Обязательно надо все оцифровывать. Какие выводы можно сделать? UDS – это гибкий маркетинговый инструмент. Его настройки меняются, исходя из задач бизнеса. То есть у нас была задача поднять средний чек. Мы потестировали такие гипотезы. Сейчас наша задача привлечь новых клиентов, да, и потом также поднимать средний чек у этих новых клиентов. Плюс те клиенты, которые еще не стали нашими покупателями, наша задача – начать делать так, чтобы они начинали у нас покупать. И исходя из этого, мы будем выбирать те инструменты, которые есть в UDS. Ну и как любым инструментам, это, конечно же, важно правильно пользоваться, потому что если даже вы создадите страничку популярным Instagram, и не будете писать посты, не будете его никак продвигать, то само работать точно не будет. Я думаю, вы тоже это все знаете. У меня все. Это опять я. Подписывайтесь на меня в Instagram, задавайте вопросы, с удовольствием помогу. Если розница – это вообще прям моя любовь. Равиль. Да, я здесь. Спасибо большое тебе, Женя.